Здравствуйте, уважаемые зрители ТЭК-ТВ. Последние два десятилетия значительную часть экономических новостей занимает информация о прокладке и эксплуатации газопроводов. О газопроводах говорят не только экономисты, но и политики. Политический аспект есть в каждом газопроводном проекте. Ямал, Европа, Северный поток, Северный поток-2 и так далее. Все мы видим газовые конфликты с Украиной, ЕС и США. При этом есть интересный способ транспортировки газа без строительства затратных газопроводов. Связано это с СПГ – сжиженным природным газом. Об СПГ расскажет Андрей Базаев, который долгое время работал в Межрегионгазе, а сегодня представляет Российскую СПГ-ассоциацию. Пожалуйста, Андрей Анатольевич. Добрый день, Елена Геннадьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. Я представляю Национальную ассоциацию с жирным природным газом. И темой моего сегодняшнего небольшого выступления является автономная газификация с жирным природным газом как инструмент достижения стопроцентной газификации России. Я подготовил несколько слайдов. С вашего позволения я бы хотел их сейчас подключить. Рассмотрим возможности автономной газификации с жирным природным газом. Первая часть моего выступления, предваряющая нашу дискуссию, является рассмотрение потенциала единой системы газоснабжения как стратегической возможности развития малотоннажного производства СПГ. Современное развитие процесса сжижения природного газа и его использование характеризуется двумя основными направлениями. Крупно-тоннажное и малотоннажное производство сжиженного природного газа. Крупно-тоннажное производство СПГ осуществляется в районах добычи газа. Доставка СПГ осуществляется морским транспортом для последующей его реализации потребителям с целью обеспечения стратегических интересов экономики государства. При малотоннажном производстве СПГ сжижение газа производится на локальных установках, расположенных на газораспитительных станциях. Процесс сжижения природного газа на ГРС происходит следующим образом. Это приведено здесь на слайде. Газ из вегетерального трубопровода через систему очистки и осушки отбирается на установку, где расширяется в специальном устройстве турбодетандре для давления распределительной сети. При этом его температура снижается. В процессе теплообменных процессов 10-15% объема охлажденного газа сжижается, а 85-90% от объема нагревается до температуры окружающей среды и поступает распределительный газопровод. Технологии сжижения газов с использованием турбодетандров широко используются в воздухоразделительных установках. Установка сжижения кислорода, азота, водорода и других газов. И к настоящему времени достаточно хорошо освоена отечественная промышленность. Особенностью производства СПГ на ГРС заключается в том, что для сжижения не требуются дополнительные затраты энергии. Реализуется перепад давления между магистральным и распределительным газопроводами. А стоимость производства СПГ по этой технологии минимальна. Однако, для эффективной работы установки сжижения необходимо, чтобы давление в магистральном газопроводе было не менее 2,5 мегапаскалей, а газ превышал 60 000 нормокубических метров в час. И запас по загрузке был не менее 25%. При проектировании необходимо учитывать сезонные и суточные колебания давления расхода газа в магистральном газопроводе, а также компонентный состав газа, поступающего на сжижение. Минимальная производительность установок сжижения – 1 тонна в час, максимальная производительность – 10-15 тонн в час. За рубежом технология производства СПГ на ГРС не нашла применения ввиду слабого развития газотранспортной сети. Поэтому Россия, с уникальной и не имеющей аналогов в мире единой системы газоснабжения, имеет отличные возможности для развития молотоннажного производства СПГ на ГРС. Так, в настоящее время ПАО «Газпром» принадлежит 3943 действующих ГРС, находящихся в зоне ответственности трансгазов, из которых, с учетом технических параметров и при плече доставки СПГ до потребителя не более 250 км, для производства подходит 174 ГРС, что приведено на текущем слайде. Условно возможно разделить эти ГРС на три группы. Первая, назовемая условно минимальная, это ГРС, на которых потенциал сжижения производства СПГ позволяет организовать такой комплекс, что комплекс сжижения природного газа с производительностью от 1 до 1,5 тонн в час. Вторая группа, назовемая условно максимальной группой, там существует максимальный потенциал производства СПГ, он составляет от 10 тонн в час. И таких ГРС по стране насчитывается 41 штука. И третья группа, это остальные ГРС, назовемые условно средние, потенциальная производительность, которая составляет от 1,5 до 10 тонн в час. И таких насчитывается 107 единиц. Оценивая общий потенциал производства СПГ на ГРС в России, можно говорить о цифрах 8 миллионов тонн СПГ или 11,3 миллиарда нормах кубов регазифицированных газов в год. Переходим потихоньку ко второму разделу и рассмотрим подробные возможности автономного газоставжения СПГ как перспективные альтернативы традиционной трубопроводной газификации. Как известно, малотоннажный СПГ используется в следующих рыночных сегментах. Во-первых, в качестве газомоторного топлива. И в этом сегменте он имеет высокую экономическую привлекательность, поскольку ощутимо нешевле дизельного топлива или бензина. И имеет преимущества по своим экологическим характеристикам. В качестве моторного топлива СПГ может использоваться на грузовом, магистральном транспорте, железнодорожном, сельскохозяйственной технике и карьерной технике. Большие перспективы СПГ имеет в качестве бункерного топлива для морских ручных судов, что уже сейчас очень активно используется в Китае. Второй сегмент использования СПГ – это автономное газоснабжение удаленных потребителей. Это используется в тех случаях, когда строительство трубопроводов ограничено технически или неэффективно экономически. Третий сегмент – для генерации электроэнергии тепла при замещении более дорогостоящих видов топлива. И чаще всего это происходит в удаленных изолированных территориях. И четвертый, пожалуй, финальный – это возможное использование в качестве резервного топлива при пиковых всплесках потребления в локальных трубопроводных системах. Это достаточно активно имеет применение в Канаде и в США. Ну, все-таки, возвращаясь к родине, переходим плавно к тому, что в настоящее время уровень газификации в регионах России по данным ПАО «Газпром» составляет 70%. При этом общее количество газифицированных домовладений и квартир составляет 27,5 миллионов единиц. Доля при этом газификации природным сетевым газом составляет 96,5%, доля сжижным углеводородным газом, который еще пока достаточно активно применяется, его доля составляет 3,4%. Если говорить об использовании сжижного природного газа в современной газификации, он совсем минимален, доля на рынке составляет порядка 0,1%, это где-то около 1 тысячи квартир домовладений. Нужно отметить, что если в городах уровень газификации достиг достаточно приличного уровня, 73%, и вообще следует отметить то, что с начала реализации «Газпрома» программы газификации с 2005 года получился достаточно ощутимый природ в порядке 17% в целом по стране. Показательно при этом, что у нас в стране получается так, что соотношение протяженности магистральных газопроводов и газореспитных сетей примерно 1,4%, в то время как в США и в Европе этот показатель составляет 1,14%. То есть на 1 км магистрального газопровода приходится 14 км газореспитных сетей. То есть говорит о гораздо более разветвленной сети и большем количестве потребителей и более высоким уровнем газификации, соответственно. Это объясняется тем, что неравномерность такая достигается тем, что разные регионы, разные типы населенных пунктов, везде получается такая немножко неоднородная ситуация. И следует отметить, что достаточно активно развивалась газификация в странах бывших советских республиках. То есть, по сути дела, газифицировали во многом эти страны, уже бывшие наши союзные республики, а в Российской Федерации газификация происходила не так активно. Следует отметить, что газификация того или иного населенного пункта рассчитывается в соответствии с правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации ЖКХ промышленных и иных организаций, утвержденных в постановлении Правительства Российской Федерации 10 сентября 2016 года, номер 903. Дальше буду называть этот документ упрощенно, постановление 903, чтобы не повторять это длинное название. В этих правилах должны быть учтены целевые показатели региональной программы газификации, среди которых, помимо протяженности газопроводов, количество ГРС и котельных, переводимых на газ, должны быть данные по планируемому количеству квартир и домовладения. Если число жителей не достигает заданной отметки, то чаще всего газификация там и не планируется. Ну, что в достаточной степени объективно, потому что прокладка межпоселкового газопровода, тем более магистрального газопровода, это большой труд, включает большие длительные проектные работы, изыскательские и строительные. Автономная газификация СПГ позволяет избежать капиталоемких, почти неокупаемых затрат, так как система газоснабжения в каждом отдельном случае сводится к наличию комплекса сжижения природного газа КСПГ на ГРС, требуемому количеству СПГ метановозов, наличию автодороги, станции производства, хранения и регазификации СПГ, СПХР, так называемый СПХР, и локальную сеть газораспределения и газопотребления. Газификация отдаленных и труднодоступных населенных пунктов России на сегодня – это стратегическая важная задача, и создать комфортные условия для жизни не только для жителей городов, но и в сельской местности – это то, на чем и ПАО «Газпром», и иные инвесторы должны сконцентрироваться в ближайшие годы. Помимо упомянутой возможности газоснабжения объектов, находящихся вне зоны доступа сетевого газа, такой подход позволяет более рационально распределять средства для решения задач газификации. Как я уже упомянул ранее, СПГ может использоваться в качестве резервного топлива, что позволит избежать остановки рабочего процесса при осуществлении ремонтных и узконаладочных работ. В регионах, где планируется перспективная газификация все-таки сетевым газом, автономное газоснабжение СПГ позволяет сначала создать сеть газораспределительной, сеть газопотребления, и потом, когда уже будет подведен сетевой газ, это можно использовать в качестве резервного топлива. Если говорить об экономии, то экономия об использовании СПГ в сравнении с дизельным топливом составляет примерно 50 рублей на 1 квадратный метр площадь помещения. Система автономного газоснабжения при ее профессиональном проективе и грамотном монтаже очень надежна, срок ее службы в порядке 30 лет. Как я уже упомянул выше, у нас сегодня участие автономной газификации СПГ в целом очень минимально, всего около 1000 домов, домовладений и квартир. Но постепенно мы достигаем такого результата, что автономная газификация СПГ перестает восприниматься с жителями России, как нечто экзотическое и невозможное на стране. Еще раз попробуем разобраться, в чем же она такая полезная схема и какие задачи могут перед нами стоять с учетом существующих реалий. А существующая ситуация у нас такова, что текущей задачей является всеобщая газификация России. И это было озвучено президентом страны и правительством. В частности, по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов, поручением президента России от 30 мая 2020 года, номер 907, утвержден перечень поручения со сроком исполнения до 1 октября 2020 года. Включающие в том числе, я с вашего позволения процитирую полностью этих три важных пункта. Я думаю, что это достаточно важно, это в принципе отражено на экране. Три важных пункта таковы, что пункт 1а – формирование источника финансирования мероприятий по подключению граждан к газоспитным сетям без привлечения их средств. Пункт 1г – внесение изменений в порядок формирования топоэнергетических балансов, предусмотрев прогноз потребностей населения в газе, в сетевом, жирном, углеводородном и природном, а также в альтернативных источниках энергии. Пункт 1д – это поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ. Коллеги, когда уже была определена дата эфира, когда уже был подготовлен материал, буквально вчера поступила новость о том, что правительством Российской Федерации согласовано в лице Новака, согласовано разработанная Министерством энергетики программа газификации, поручение, которое звучало выше до 1 октября, немножко как бы здесь, как оно часто бывает, 1 декабря подготовили, но тем не менее заложены параметры газификации 2024-2030 года и в частности упомянуто о том, что эта газификация должна строиться с учетом возможностей по газификации с жирным природным газом и с применением также субов, то есть по автономной системе. На настоящий момент в четырех регионах по инициативе Минэнерго, в Курганской, в Челябинской, Тюменской и Московской областях в экспериментальном порядке начинают бесплатно проводить газификацию. Такая инициативная модель получила название «Социальная концепция газификации». Финансированные программы планируются за счет спецнодбавки к тарифам на транспортировку газа ГРО и их амортизационных вычислений. Начало реализации такой программы социальной газификации запланировано на середину 2021 года. В сложившихся условиях модель автономной газификации может повысить существенный уровень газоснабжения регионов России и в первую очередь следует рассматривать регионы с низким уровнем газификации, но с достаточно высоким уровнем развития транспорта, главным образом автодорожной инфраструктуры. Здесь можно сходу привести несколько регионов, как в Центральной России, допустим, Костромской области, допустим, Вологодской области, ну так тоже, скажем, Грузский Север больше, если туда уйти, то это Карелия, безусловно, ну и такого плана региона, где развита автодорожная сеть, но при этом низкий уровень газификации замечается. Я полагаю, будет целесообразно несколько подробнее рассмотреть пилотный проект, реализованный Газпром Межрегионгазом по автономному газоснабжению СПГ. Это, так скажем, такой некий даже прорывный, можно назвать его, проект. Значит, начинался он с того, что с марта 2011 по апрель 2014 были произведены необходимые работы, и по сути дела апрель 2014 это уже старт работы этого предприятия. Это комплекс СПГ в Пермском крае, в него вошел мини-завод по производству СПГ в деревне Конюсята Карагайского района, а также три станции приема, хранения и региозификации в поселке Ильинском, Сирен-Ирдве и поселке Северный Коммунар. Разводительность комплекса составляет 19 млн кубов в год. Несмотря на то, что завод так и не вышел на запланированную загрузку мощностей, проект следует признать удачным, хотя бы в силу его новизны и оказания влияния на поставление вышеуказанных правил 903, в которых теперь прописаны целевые показатели, учитывающие в том числе и газификацию населенных пунктов, квартиры домовладений с жирным природным газом, то есть их количество, уровень газификации населения СПГ, количество комплексов производства СПГ, перевод котельных на СПГ, перевод на природный газ, автотранспортные техники и даже количество АГНКС. В 2020 году для работника нефтяной и газовой промышленности, действующий ныне оператор проекта «Газпром СПГ-технология», установила первую в Пермском крае криогенный топливозаправочный пункт модульного типа КРИО-ТЗП, который теперь будет использоваться как для собственных нужд предприятий ПАО «Газпром», так и для оптовых коммерческих потребителей. В рамках дорожной карты, которую разработали совместно с правительством Пермского края и которая была утверждена губернатором края Дмитрием Махориным, общество с ограниченной ответственностью АКМТ Пермь передало 4 тягача АВЕКа на ЛНЖ в эксплуатацию местным пермским предприятиям – акционерному обществу «Горнозавод Семент» и акционерному обществу «Пермский завод силикатных панелей». Тягачи, работающие на СПГ, могут заправляться топливом на новые КРИО-ТЗП, а руководители предприятия благодаря этому ожидают увидеть, как серьезный экономический эффект и проявить таким образом заботу об экологии региона. Одной из важных составляющих, с которой придется столкнуться при реализации проектов по автономной газификации СПГ, является принципы ценообразования природного сетевого газа на внутреннем рынке Российской Федерации, в том числе и газифицированные СПГ. Дело в том, что ценообразование на природный газ, добываемый ПАО «Газпром» и его афилированными структурами, осуществляет государственный регулятор, управление регулированием топомоэнергетического комплекса и химической промышленности Федеральной Моцинопольной Службы РФ. Это, собственно, правоприемник, соответствующий управлению регулирования нефтяных газов в отрасли, Федеральная Служба по тарифам. Конечная цена для газа, добываемого ПАО «Газпром», определяется пятью составляющими. То есть, первая – это стоимость самого продукта, учитывающая затраты на разведку, добычу, на магистральную транспортировку от мест добычи для конкретного региона, и также маржу ПАО «Газпром». Вторая составляющая – это калоин из газа. Третья составляющая – это тариф на транспортировку газа по сетям среднего и низкого давления, осуществляемых газораспитными организациями ГРО. Четвертая – это спецнабавка тарифа ГРО, которая целенаправленно идет на газификацию того региона, где ГРО функционирует. Пятая – это плата за снабженческие сбытовые услуги или ПССУ, которые выплачиваются региональной газовой компанией реализации газа, РГК. После того, когда тариф на транспортировку газа и ПССУ защищены в Федеральном темнополе службы, региональные органы регулирования принимают, утверждают соответствующие цены для промышленности населения. Здесь следует отметить, что цена на газ добывания независимой производительной газа, она не регулируется тарифными органами, является договорной или рыночной. Поэтому она будет составлять немножко из других критерий по сравнению… Ну, по сути дела та же, но будет… То есть система согласования тарифа, она немного другая, чем на газ, добываемый ПАО «Газпром». То есть первая составляющая – договорная идет цена, которая определяется для покупателя путем переговоров и учитывает те же самые затраты на добычу независимого поставщика газа и с учетом его маржи. Второе – это идет магистральный тариф, который устанавливается именно «Газпромом» за магистральный транспорт газа, осуществляя в интересах независимых производителей газа. Может применяться калорийность третьим пунктом по согласованию. Четвертый параметр будет точно такой же, как и для газа, для добытого предприятия в ПАО «Газпром». Это тариф на транспортировку газа ГРО. И пятое – это спецнодбавка ГРО на газификацию. Здесь нужно еще отметить такой важный момент, что ценообразование на конечный продукт, регезифицированный природный газ из СПГ, не настолько устоявшийся явление, как сетевым газом. На примере Пермского края можно рассмотреть проблемную ситуацию, которая заключалась в том, что содержание низкой стороны, содержание фольфструктуры, то есть это станция приема, хранения, регезификации, сети газореспределения ГРО после СПХР, метановоза, оказались эти затраты на ГРО, на «Газпром» газореспределения Перм, и которая, имея ограничения в росте тарифа, была выважена обслуживать это имущество себе в убыток. При этом сам завод по сжижению газа высокая сторона был отнесен в зону ответственности «Трансгаз». Цена на СПГ для промышленности была дорегулирована в 2014 году, и сейчас регулирует цена на регезифицируемый из СПГ газ только для населения. Если абсолютно все расходы и на КСПГ, и на СПХР, и на метановозы будут включены в стоимость оптовой цены «Газпрома», или в магистральный тариф для независимых производителей газа, то будет происходить размазывание расходов на инструктуру СПГ по всем потребителям, находящимся в зоне ответственности того «Трансгаза», который эксплуатирует ГРС, что, в принципе, с социальной точки зрения справедливо. Однако предлагаемая нами система малотоннажного производства, позволяющая получать СПГ на ГРС, имеет сравнительную дешевизну в сравнении с крупнотоннажным производством СПГ или заводом, аналогичным в Пермском крае. Поэтому создание комплексов сжижения природного газа на ГРС не позволит слишком сильно перегружать оптовую цену на потребителей. ПАО «Газпром» и магистральный тариф для независимых производителей газа. Сравнительная дешевизна автономной газификации по сравнению с сетевой недопустит чрезмерного риска роста тарифов ГРО. Так что, с учетом вышеизложенного, коллеги, есть такое предложение. Поскольку как раз вчера, 1 декабря, была утверждена программа до 2024-2030 года, программа газификации регионов России, мы можем, что из ситуации, которая в данный момент сложилась, в сегменте автономной газификации СПГ, и в целом развитие рынка малотоннажного производства СПГ, достаточно было бы приятное. Мы, по сути дела, не имеем законодательных препятствий для применения автономки, автономной газификации и выполнения, поставленных президентом, задавчиком всеобщей газификации страны. И понимаем, что предлагаемая нам идея имеет экономические преимущества в сравнении с трубопроводной газификацией. В целях подготовки предложений по масштабному включению инструмента автономной газификации СПГ в региональные программы газификации России, от лица Национальной Ассоциации СПГ предлагаю в интересах потенциальных инвесторов и потребителей создать информационную площадку по малотоннажному производству СПГ, единую базу по проектам автономной газификации СПГ в качестве альтернативного инструмента газификации для понимания и оценки уже имеющихся планируемых возможностей поставок СПГ. Использование инструмента разработанного ассоциацией калькулятора СПГ, которые позволяют оценить инвесторам свои капитальные затраты, а значит качественнее оценить свои риски и пути их и дежурные рисков. Поэтому, по сути дела, на этом я бы хотел подвести некий итог, пригласить к сотрудничеству инвесторов от лица ассоциации экспертов, производителей оборудования, подрядчиков, представителей власти для того, чтобы выполнить поручение президента и правительства достигнуть высокого уровня жизни и комфорта наших граждан. Спасибо, Андрей Анатольевич, очень интересно. Ну, несколько вопросов, да? Почему все-таки не происходит масштабирование пермского проекта межрегион газа? В чем причина? Я думаю, что инвесторы пока испытывают такое некое, не то что недоверие к этой теме, просто до конца все-таки не ясно еще, система ценообразования до конца непонятна. И часто в Пермской крае, это вообще пример достаточно интересный, дело в том, что регион богат своими листными ресурсами, и очень многие потребители, столкнувшись с тем, что достаточно высокий уровень оснащения газификации собственного дома, предпочли все-таки отапливать дальше дровами, чем идти по пути газификации своего дома. И здесь, мне кажется, должна пойти местная администрация на некое оказание субсидирования малоимущим гражданам, то есть тем, кто не имеет возможности самостоятельно это сделать. И в том числе возможно подключение каких-то банковских инструментов по тому, чтобы предоставить оборудование в рассрочку. То есть я считаю, что был пермский пример, он интересен своим передовым опытом, но, на мой взгляд, конкретно вот это место, оно было не совсем удачно выборно, на мой взгляд. География, понятно. Андрей Анатольевич, такой вопрос. Все-таки СПГ дороже, чем магистральный газ? Я полагаю, что нет, потому что если брать недостаточно газифицированный регион, тянуть туда, повторюсь, магистральный, другому межпоселковый газопровод, внутрипоселковый газопровод, это окажется в любом случае дороже, чем если мы можем в каком-то обозримом регионе, то есть соблюдается условие, не больше 250 километров должно быть от места производства малотоннажного СПГ до станции СПХР. То есть если мы в соседнем регионе на ГРС можем производить малотоннажный СПГ и отвезти его в соседний регион за 200 километров, это в любом случае там его реглизифицировать и по локальной газоиспределительной сети направить в дома потребителей, в любом случае это оказывается дешевле, чем тащить туда магистральный газопровод, наш поселковый и так далее. Спасибо. Есть ли какие-то планы у Газпрома по развитию малотоннажного СПГ, как раз по аналогии с межрегионгазом? Вы знаете, ну, была проведена соответствующая работа, был подготовлен масштабный документ, масштабная программа по развитию малотоннажного и среднеотоннажного СПГ на предприятиях ПАО «Газпром». То есть как раз были определены 3943 газоиспределительные станции, где, точнее, из 3943 ГРС были определены те ГРС, на которых возможно производство малотоннажного СПГ. Я там на слайде приводил эти данные, то есть 106 из которых это такие с крупным запасом производства. И есть также станции с малым запасом и со средним. И общий объем производства такого СПГ составляет где-то порядка 11 миллиардов регасифицированного газа. То есть есть соответствующая программа и была создана соответствующая дочерняя структура под названием «Газпром СПГ-технология», которая сейчас является оператором этого проекта в Пенгском крае, в частности. Все-таки до недавнего времени производство СПГ было ориентировано на экспорт, а все-таки на внутренний рынок. Есть такие примеры? Да, вы знаете, если мы по регионам посмотрим, то достаточно хорошее развитие малотоннажное СПГ получил, причем это здесь не Газпромовское, собственно говоря, здесь даже, скажем так, участие. Достаточно хорошее развитие малотоннажное СПГ получил в Челябинской области, там есть Новотековский объект, производящий малотоннажное СПГ, Ленинградская область, Псковская область, Калининградская, можно назвать пример Кемеровской области, Республики Саха-Якутия. То есть, в принципе, так или иначе, малотоннажное производство СПГ, оно уже имеет определенное развитие в России. Ну, меня как обывателе интересует Московская область. Будет ли что-то в Московской области? И будет ли возможность, собственно говоря, отапливать свои дома, да, вот СПГ и так далее? Вы знаете, я думаю, что Московская область, в принципе, учитывая то, что она включена как один из четырех пилотных регионов по социальной газификации, возможно, что она пойдет все-таки по пути, так сказать, традиционной сетевой газификации, но в любом случае там охватить все это будет достаточно сложно, поэтому почему нет, я думаю, что вполне можно будет создать, о чем национальная ассоциация СПГ, к чему и стремится, создать такие условия, попытаться так вклиниться в программу газификации регионов России, чтобы инвесторам было выгодно вкладываться в автономную газификацию СПГ, и такая цена подключения была бы, конечно, цена подключения для потребителя была привлекательная, и он мог иметь возможность выбирать между, так сказать, традиционной газификацией и газификацией СПГ. Андрей Анатольевич, если говорить о странах, где наиболее развито использование СПГ в части газификации и на транспорте? Прежде всего, здесь следует отметить, конечно, Соединенные Штаты Америки как пионеры, по сути дела, в развитии технологий СПГ и КПГ, в первую очередь, конечно, США, во вторую очередь, я бы выделил, ну, Японию вообще, в принципе, как крупный потребитель СПГ, насколько мне известно, порядка 60% всего топроэнергетического баланса Японии устроился на привозном СПГ, и в последние годы, безусловно, это, конечно, лидером стал Китай, который, не имея своих каких-то крупных запасов, не имея своей добычи, тем не менее, очень активно применяет технологии малотоннажного и среднетоннажного производства СПГ на ГРС, и Китай очень сильно прибавил в части реализации транспортных программ, особенно это касается бункировки речного судоходства на их реках, на Янзы, в том числе. Поэтому я бы выделил, как бы, Китай и США, как бы, в части, как использования СПГ, как такового, так и в части использования транспорта. По европейским сторонам здесь следует, наверное, выделить Норвегию, ну, и как крупнопроизводитель, и как экспортера СПГ. По использованию, если брать в целом газомоторный транспорт, то здесь, конечно, будет в Европе лидером Италии, но это скорее тема КПГ, а не СПГ. По СПГ в Италии не так это сильно развито. Здесь можно, наверное, в большей степени выделить Германию, Дерландию. Спасибо. Есть мнение, что использование СПГ в виде газомоторного топлива это вчерашний день. То есть нужно ориентироваться уже на электромобили и так далее. Вот ваше мнение. Вы знаете, я не соглашусь. То есть можно сделать вывод о преимуществах электромобилей, но в рамках городской черты. Это действительно можно с этим согласиться где-то, но при этом, если говорить о каких-то дальних расстояниях, о применении СПГ-технологии на вышегрузном транспорте, то есть на грузоперевозках, то здесь технология, позволяющая при сжижении сократить объем продуктов в 600 раз и таким образом обеспечить дальность пробега на более чем 1000 километров. То есть вот такой технологии, электрической технологии с таким и не может соперничать с таким дальним пробегом. Да и что говорить? Ну вот, например, так получилось, побывал в Норвегии в прошлом году, в Осло, еще до начала всей пандемии. Могу сказать, что, конечно, порядка, наверное, 70% в Осло легкового автотранспорта это электрокар, да, то есть там Тесла используется такой, по сути, как народный автомобиль. Это действительно удобно, что можно заправляться у себя даже в подземном гараже многоквартирного дома, практически у каждой есть розетки, но при этом далеко от Осло вы на таком автомобиле не верите, собственно говоря. То есть запас пробега 150 километров в зимнее время, 200 километров в летнее время, поэтому легковой транспорт и в условиях городской черты, да, а больше я не вижу, куда возможно применить электрический транспорт. В общем, эта история не для России, да, с нашей географией? Да, не с нашей географией, да. Андрей Анатольевич, Вы в своей презентации сказали, что технология, про которую Вы говорили, она не нашла своего применения на Западе. Она такая эксклюзивная для России. Означает ли это, что при ее использовании задействован потенциал российских производителей оборудования? Развитие темы производства с ПГ-оборудования, ну, можно выделить компанию, допустим, Реритек, который активно, ну, который является официальным партнером КАМАЗа и переводит на жижный природный газ, на компромированный природный газ, собственно, автомобиль этой марки, и кроме этого, изготавливает еще собственные криогенные баки и иное оборудование. Можно выделить компанию Лавар, можно выделить ряд других производителей. Могу сказать, что тема-то, в принципе, имеет место быть и развивается в России в последнее время. Скажите, а что самое сложное в оборудовании для СПГ с точки зрения изготовления? Ну, вы знаете, я полагаю, что еще и не очень до конца у нас пока и у нас освоено, я думаю, что, в принципе, сделать качественные насосы достаточно непосредственно. Какая схема реализации СПГ-проектов? Межрегион ГАЗ сам заказывал оборудование у заводов или существует какой-то единый подрядчик? Когда Межрегион ГАЗ осуществлял свой проект, это еще было до всей этой санкционной истории. Это был 2011 год, поэтому там было достаточно, это несложно было сделать с учетом тех реалий. 2011 год, это была, ну, скажем так, можно сказать, прямая закупка этого оборудования на Западе. Использовалось там западное оборудование. Как это происходит сейчас? Ну, достаточно стандартная процедура закупок на торгах. Достаточно активно используется торговая площадка, которая предоставлена Газпромбанком. Наш канал заточен под поставщиков и подрядчиков, поэтому хотелось бы задать следующий вопрос. Стимулирует ли государство российское производство оборудования? Здесь я воздержусь от оценок, потому что по поводу стимулирования, стимулирования перевода транспорта на безмоторное топливо, об этом много в последнее время говорилось, и много что делается. Государство там с федерального бюджета компенсирует порядка 60% потребителю изготовления. Государство стимулирует автопроизводителей таким образом, что предоставляет им определенные денежные, производит определенные денежные влияния, чтобы автопроизводители могли переводить, изготавливать транспортные средства на газомоторном топливе, но при этом эти автомобили были не намного дороже, чем обычные автомобили. То есть, допустим, тому же автовазу предоставляются определенные субсидии, чтобы они могли выпускать машины на КПГ, но при этом не делая их слишком сильно, намного дороже, чем обычные автомобили. Андрей, спасибо за ответы. Тема СПГ очень обширна и актуальна, поэтому к ней будем неоднократно возвращаться. Пользуясь случаем, мне хотелось бы проанонсировать вебинар СПГ для чайников, который пройдет 16 декабря. Ведущий вебинара Мещелин Игорь Викторович, долгое время проработавший на руководящих должностях Газпрома, сейчас возглавляет Национальную палату инженеров, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, мероприятие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Пишите, звоните, сообщайте вопросы, которые надо рассмотреть на ТЭК-НВ. Ваше мнение, дорогие зрители, основной ориентир для канала. Каждый эфир должен дать ответы на ваши вопросы, быть для вас интересным и полезным, а это позволяет делать обратную связь с ориентирами. Наша передача завершена. Всем оптимизма и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok